так итак всем здравствуйте вас приветствует фабрика компрессоров город челябинск меня зовут малев андрей сегодня представляем на грядущем обзоре компрессор наверное не для кого не станет новостью наличия такого компрессора но все же в интернете достаточно мало про него информации тем более видеоматериала сегодня мы решили заснять и рассказать достаточно детально про данный компрессор компрессор у нас называется это компрессор с 390 версия sd 390 т если быть точным называется полностью данная модель к почему мы хотим заострить внимание на данном компрессоре по нашему мнению да и в общем-то производитель заявляет такой компрессор как rental версию то есть компрессор сделанный для аренды зададитесь вопросом почему именно для аренды чем он вообще отличается от обычного компрессора да в принципе практически ничем но есть определенные особенности то есть мы понимаем что в аренде компрессора у нас эксплуатируется достаточно жестко агрессивная среда достаточно частые перемещения погрузки разгрузки то здесь у нас достаточно добротный корпус то есть из толстого железа обратите внимание вот можете поближе подойти в угоду этому сделаны именно вот такие вот открывающиеся двери в сторону да то есть не крылья чайки вверх а вот именно такая конструкция это позволяет сделать гораздо больше ребер жесткости и при этом из достаточно прочного толстого металла порядка трех миллиметров имеется одна центральная погрузочная петля обратите на нее внимание если вы покупаете такую же модельку но боксовую то есть без колес допускается в качестве складирования ставить компрессоры друг на друга в несколько рядов без каких-либо конструктивных перекосов и прочего далее такой компрессор у нас на шоссе да то есть мы видим что компрессор полностью оснащен всем необходимым для перевозки непосредственно документ для перевозки птс вернее псм находится сейчас на этапе выдачи до в перспективе будет выдано псм чтобы ездить по дорогам общего пользования помимо этого документа в принципе сделано все то есть вот такое вот полноценное шасси крылья противооткатные есть башмаки с каждой стороны далее погрузочные петли различные виды погрузки то есть можно грубо говоря чалками зацепить можно крючками пауком одним зацепом сверху то есть всевозможные виды далее вот такое прицепное шасси у нас располагается она может вертикально вверх задираться и сокращать габарит при перевозке вот такое вот дышло с отдельный погруз с отдельной петлей страховочные у нас страховочная цепь до при расцепе здесь же у нас ручник располагается и регулируемая дышло которое тоже может у нас вот таким вот образом складываться да то есть не мешать никак и отдельно выведена розеточка для того чтобы у нас вся светотехника компрессора работала в штатном режиме режиме так сказать в темное время суток мы могли передвигаться что немаловажно сделаны вот такие вот упоры да то есть мы можем пользоваться и как передвижной версии как стационарной то есть выдвинув на определенное количество вот упорную лапу со всех четырех сторон мы можем вначале его перемещать ставить где-то на строительных площадках да можно выровнять его по уровню максимально точно в горизонталь далее захотелось нам перевести лапы сложили и прицепившись какому-то грузовому транспорту перевезли в пределах объекта любое место это максимально удобно также я все-таки думаю что в рамках удобства проведения то выведены все у нас сливные горловины вот сюда вот в нижнюю часть компрессора мы всегда можем открутить и быстренько произвести то такого компрессора вдаль в данном модельном ряду у нас еще есть более маленький компрессор он тоже имеет подобные характеристики только у нас 5 кубов 7 атмосфер выдает данный же компрессор давайте пройдем посмотрим шильдик этого компрессора познакомим с его характеристиками так отлично шильдик у нас с другой стороны располагается извиняюсь компрессор у нас выдает 11 метров кубических минуту при давлении 10 атмосфер модель к 2023 года выпуска в принципе масса и габариты указаны чем в принципе у нас хороший именно данный компрессор предлагаю вот заглянуть в его внутреннюю часть мы знаем что в аренду компрессоры могут сдаваться в людных каких-то местах пределах города поэтому здесь уделили отдельное внимание вот шумопоглощающим так сказать элементом шумовибропоглотителем полностью весь корпус обклеен то есть компрессор работает достаточно тихо не вызывает так сказать негатива среди местных жителей так скажем здесь у нас располагается в качестве силового агрегата двигатель каминс опять же на фоне своих собратьев на которых тоже устанавливается двигатель каминс давайте вот обзор на так покажем здесь у нас располагаются аналоги атласкоп к ариаком здесь у нас располагаются доли компрессоры в таких же примерно характеристиках 12 атмосфер 12 рабочее давление чем все-таки он отличается то есть здесь у нас располагается такой же компрессор но за счет определенных настроек форсировки он поглощает меньше так сказать он имеет меньшую мощность необходимо достаточную для параметров 11 на 10 и потребляет он соответственно меньше топлива то есть если дали у нас потребляет при таком же двигателе каминс 6 bt порядка 25 литров то такой двигатель тоже 6 bt при мощности 110 киловатт 112 киловатт будет потреблять при 100 процентной нагрузке порядка 20 литров при 50 процентной нагрузке порядка 10 литров это позволяет нам выполнять те же самые задачи как и на тех компрессорах но экономия на топливе аренда это как раз таки про экономию топлива про уменьшение издержек при эксплуатации данный двигатель как я сказал каминс имеет турбонагнетатель у нас далее топливная система выполнена на основе обычного механического тнвд топливного насоса здесь не используется common rail это сделано опять же в уходу российской эксплуатации где качество топлива достаточно низкая и чтобы компрессор и двигатель не был настолько прихотлив используется такая система она упрощает и зимний запуска и упрощает подход к качеству топлива здесь у нас располагается второй по значимости элемент это винтовой блок винтовой блок одноименный с данным компрессором не имеет он какой-то конкретной марки данный блок уже проверен так сказать годами эксплуатации этого компрессора зарекомендовал себя как обычный нормальный неприхотливый винтовой блок работает в принципе что еще нужно передача у нас здесь прямая через муфту выполнена это позволяет в принципе все дизеля выполняются таким образом с такой передачей так ну да вот давайте и с обратной стороны посмотрим на данный компрессор здесь лучше видно и сам двигатель да вот обратите на маркировку двигатель каменс опять же неспроста данный компрессор выполнен на данном двигателе то есть этот двигатель ставится на много какие варианты компрессоров то есть это распространенный двигатель на него есть во первых представительство в рамках россии есть запчасти есть расходники то есть даже если вы не хотите покупать у дилера расходные материалы то в каждом городе всегда найдете представительство которую вам с удовольствием и продаст и обслужит данный двигатель вот обратите внимание тнвд то есть здесь у нас 6 цилиндровый двигатель рядное исполнение максимально максимально простой в эксплуатации двигатель в китае он считается так скажем тракторным также данные двигатели ставятся и на различную спецтехнику трактора то есть с ним принципе проблем никаких нет и опять же повторюсь он неприхотлив вот здесь вот видно окошечко где у нас располагается соединительная муфта также здесь располагается маслобак в нем у нас залито компрессорное масло объем масляной системы здесь 17 литров к слову объем масляной системы дизельного двигателя это 15 литров двигатель у нас вращает винтовой блок в различных режимах то есть максимальный минимальный это две с половиной тысячи оборотов в минуту при максимальном при максимальной скорости вращения и 1350 оборотов в минуту при холостом ходу также в данном двигателе в данном компрессоре расположен достаточно большой топливный бак это 150 литров при максимальной нагрузке такой такой бак позволяет отработать порядка 8-10 часов рабочей смены в максимальном режиме то есть без так сказать без дозаправки это важно то есть вы если приезжаете на объект вам ну в общем то неудобно ехать и куда-то дозаправлять компрессор так давайте по остальным преимуществам данного компрессора пройдемся здесь у нас располагается в общем то орган или органы управления и в общем то как итог выхода сжатого воздуха это у нас задняя часть компрессора здесь у нас трех четвертые выходы четыре штуки и полуторадюймовый выход он один то есть он у нас выходит на основного потребителя если потребителей много более мелких подключаем к данным выходом кнопка аварийной остановки то есть когда что-то происходит неожиданно там кого-то где-то заживало при ее нажатии резко останавливается работа всей установки вот в таком вот герметично в такой герметичный так сказать панельки у нас располагается в общем то сама панель управления она электромеханическая обратите внимание это опять же упрощение с одной стороны но она максимально понятна и то есть сейчас у нас рынок китая пестрит электронными панелями которые в принципе потенциально могут от перепада температур сгореть да то есть такая система и простая и надежная ну в общем-то к ней вопросов нет центральная часть это обороты двигателя температура компрессорного масла температура антифриза двигателя давление рабочее и уровень топлива то есть это основные показатели что мы должны контролировать при работе компрессора и индикация когда что-то происходит нештатная горит индикация мы понимаем что произошло давайте теперь перейдем непосредственно к запуску так давайте дверочку закроем запуск у нас осуществляется следующим образом то есть у нас есть масса обязательно включаем перед работой выключаем после окончания работ далее опять же мы не сказали данный дизельный двигатель у нас максимально подготовлен к зимней работе то есть во первых в самом двигателе у нас залито синтетическое масло shell как рекомендует производитель и установлены свечи накала в каждом цилиндре это позволяет перед запуском прогреть область сгорания так сказать поворотом ключа в левую часть мы видим что запускается свечи накала делаем это порядка 15-20 секунд далее противоположная поворот соответственно ключа сжигания у нас подает питание и дальнейший поворот с некоторым удержанием запускается двигатель запускает компрессор работу сразу скажу что компрессор у нас сразу в работу не уходит то есть здесь стоит небольшая выдержка по времени чтобы двигатель прогрелся далее он дает небольшую перегазовку сигнализируя о том что компрессор уже готов к работе тогда мы можем открывать кран давайте запустим компрессор видим обороты это необходимо достаточные обороты для того чтобы двигатель максимально быстро прогрелся вот собственно мы можем спокойно разговаривать непосредственной близости от компрессора достаточно тихо сейчас закроем и оставшуюся панель так вот достаточно типа он работает пока вот компрессор у нас прогревается можем посмотреть каким зип комплектом у нас комплектуется каждый компрессор то есть есть инструкция также у нас здесь есть съемники различных фильтров при проведении то есть небольшой ремкомплект с самыми ходовыми прокладками и также есть небольшой зипчик с фильтром масляным для первого то есть вам понадобится только непосредственно само масло можете обратить здесь у нас вот целый набор ключей ключики непосредственно для того чтобы мы могли закрывать двери опять же для цели аренды это важный момент закрыли нету доступа внутренней части ответные крабы которые одеваются на шланги воздушные и мы уходим на потребителя они тоже идут комплекте ну и розетка чтобы перейти на питание автомобиля все вот компрессор нам сигнализирует что готов к работе открытием крана начнут возрастать обороты и пойдет расход воздуха на потребителя будет достаточно тихо за счет глушителя вот мы видим давление выставилось на своем рабочем значении вот мы видим давление выставил со своем рабочем значении еще раз обороты максимально на месяц левом поворотом ключа мы переводим в режим остановки компрессор сразу он не останавливается здесь также заложен определенный таймер для того чтобы разгрузился винтовой блок для того чтобы остыла турбина и компрессор так сказать остановился и был готов к следующему запуску интервал примерно в районе минуты проходит может быть даже чуть меньше в принципе на этом все такой вот компрессор который вы можете спокойно брать и сдавать в аренду работать он и снабжать сжатым воздухом может пескоструйные работы буровые работы в общем ставить очень хорошо подготовлен компрессор к агрессивной среде а на этом все всего доброго до свидания а